Всем привет! А вот и долгожданная третья часть видео по наведению порядка на моем рабочем столе. И начну я с трех небольших переделок. Первой я буду делать шкатулку для перчаток. Уже давненько в фикс прайсе я прикупила вот такую шкатулку. Она немного не подходит по цвету ко всем остальным моим органайзерам. Кроме цвета есть также проблемы с качеством. Вместо стекла стоит пленка, она из царапана, ну и собственно она не держится внутри. Именно поэтому мне и пришла в голову мысль переделать ее в шкатулку для хранения перчаток. Фиксаторы на крышке тоже не держатся, два из них отпали еще в магазине. Но в целом мне это не помешает, крышку я буду приклеивать. Также есть совсем небольшие дефекты на покрытие, но это не страшно. В итоге третий фиксатор тоже отвалился, а вот четвертый я убрать не смогла, ну пусть остается тут ничего страшного. В первую очередь я на клей-момент кристалл приклеиваю крышку. Убираю все излишки клея и оставляю подсохнуть. После этого при помощи тамповки наношу акриловый грунт на боковые части шкатулки, а также на ее верхнюю часть. Внутренний срез на крышке я также решила немного подкрасить кисточкой. Оставляю все хорошо просохнуть. На крышку я решила приклеить вот такие вырубки из фанеры на клей-момент кристалл. После высыхания хорошо их прокрашиваю белой акриловой краской. Нужно хорошо прокрасить все узоры со всех сторон. После высыхания верхнюю часть узора я тонирую краской. Во боковую часть шкатулки при помощи трафарета такой же краской наношу узор. Без трафарета такой узор рисовать очень долго. И вот моя шкатулка для перчаток готова. За счет широкого отверстия в крышке их очень удобно доставать. Теперь перчатки всегда будут у меня под рукой, а коробочка будет хорошо вписываться на мой рабочий стол. Вторыми я буду декорировать домики. Эту шкатулку в виде домиков я опять же покупала в фикс прайс. На лицевой стороне ящиков очень много дефектов покрытия. Но вот зато со шпоном в этот раз мне повезло больше и на нем практически нет сколов. За домиками скрываются три небольших выдвижных ящика. Первым делом я убираю ручки и держались они похоже просто на краски. Только на центральном ящике пришлось убирать заклепку, но она убралась очень легко. Теперь нужно загрунтовать лицевые части ящика в один слой. Оставляю все подсохнуть. Пока ящики сохнут, при помощи наждачной бумаги я убираю все заусенцы и задиры по краям. В одном месте отклеилась деталь. Я приклеиваю ее при помощи клея Moment Crystal. Внешний срез я прокрашиваю белой акриловой краской. Так будет смотреться аккуратнее. Для хорошего плотного цвета в итоге краску я наносила в два слоя с промежуточной просушкой. Вот так выглядит уже намного лучше. На первый ящик я решила приклеить вырубки из фанеры в виде вот таких завитушек. Все вырубки я приклеиваю при помощи клея Moment Crystal. Он меня еще ни разу не подвел. Обязательно нужно наносить клей на все маленькие завитки, чтобы они потом не отломились в процессе эксплуатации. В верхнюю часть ящика также добавляю вот такую узорную деталь. И последний закрепляю женский силуэт по центру. Теперь все нужно хорошо прокрасить белой акриловой краской. Процесс это не быстрый, так как нужно прокрасить завитки со всех сторон. После высыхания при помощи поролоновой губки я краской тонирую верхнюю часть вырубки. А также немножко припудриваю фон. На второй ящик я буду приклеивать кружево. Для этого не жалея наношу клей Moment Crystal и ватной палочкой равномерно его распределяю по всей поверхности. Особое внимание нужно уделять краям, чтобы кружево хорошо прилипло. Для того, чтобы покрыть весь ящик, мне понадобилось две узких полоски кружева, а также одна широкая. Цвет кружева здесь не играет роли, я буду его перекрашивать. Оставляю все до полного высыхания клея. После этого тонкими ножницами аккуратно подрезаю все излишки кружева прямо по краю деталей. Теперь всю поверхность ящика нужно закрасить в один цвет. Эту краску я колеровала в прошлой части видео под цвет шпона органайзеров. Все излишки краски необходимо сразу убирать, чтобы рисунок кружева не изменился. После высыхания при помощи полусухой губки и белой краски тонирую кружево. Третий ящичек для более плотного цвета я покрываю белой акриловой краской в один слой. После высыхания через трафарет наношу рисунок все той же краской в цвет шпона. Все ящички у меня готовы, теперь можно устанавливать ручки. На двух ящиках я буду закреплять вот такие круглые ручки, а на третий ящик закрепляю вот такое кольцо. Вот такие ящики в итоге получились. При помощи краски я тонирую небольшие дефекты на шпоне, а также подкрашиваю открытый срез на задней части. Ну вот все и готово. В таком варианте эти домики нравятся мне гораздо больше. Третье я буду делать настольную урну. У меня на рабочем столе жила вот такая вот баночка одновогоднего подарка для мелкого мусора. Первым делом я убираю верхнюю тканевую часть, она просто зажата под ободок. При помощи танковки покрываю акриловым грунтом банку примерно на три четверти высоты. В нижней части мне грунт не понадобится. Пока грунт подсыхал, я решила сразу же сделать мягкую накладку на дно. Банка железная и постоянно стучит по столу. Из кусочка толстого фетра я вырезаю деталь по размеру дна. Дно у меня вогнутое, поэтому мне понадобилась также вторая деталь чуть поменьше. На момент кристалл приклеиваю сначала маленькую деталь. Она поможет выровнять высоту. И на этот же клей приклеиваю основную деталь дна. Через трафарет при помощи кисти я буду наносить акриловую шпатлевку. Подобным образом я уже делала такой узор в прошлой части видео. Аккуратно снимаю трафарет и оставляю все подсохнуть. После высыхания буду делать следующую часть узора. Даже при помощи кисти шпатлевка ложится не очень ровно, поэтому после полного высыхания ее нужно хорошо зашкурить. Это поможет выровнять высоту рисунка и сгладить всю поверхность. При помощи кисти покрываю все в один слой акриловым грунтом. После высыхания при помощи полусухой тамповки тонирую верхнюю часть узора. Вот такой объемный узор у меня в итоге получился. Нижнюю часть банки я буду закрывать при помощи джутового каната. Приклеивать его я буду при помощи горячего клея. Верхнюю часть банки я буду закрывать при помощи вот такой широкой джутовой тесьмы. Наношу горячий клей и оборачиваю верхушку. После этого фиксирую на горячий клей еще несколько оборотов вот такого плетеного шнура. И вот такая настольная урна у меня в итоге получилась. Теперь она не будет пестрить своим красным новогодним рисунком и прекрасно впишется на мой стол. Ну вот наконец мы дошли до самого главного. Будем делать полку. У меня уже была закреплена вот такая полка, но она оказалась не очень функциональной и внизу у меня постоянно что-то скапливалось. Также мне не очень нравилось, что все органайзеры стоят друг на друге. Кроме того, у этой полки еще была одна проблема. Она очень плохо держалась. Я взяла миллиметровую бумагу и сделала макеты всех органайзеров, которые хочу там разместить. Я долго все переставляла с места на место. В итоге у меня получилась вот такая замысловатая полка. Мы с мужем отправились в строительный магазин, чтобы выбрать материалы для полки. Становились на белых панелях, которые нам там же напилили в нужный размер. Приехав домой, мы попробовали сложить все детали вместе, чтобы понять, правильно ли мы рассчитали размеры. В итоге одну полку нам пришлось подпиливать на 4 миллиметра. Кроме ножовки у нас дома не нашлось ничего, поэтому срез получился очень неаккуратным. Мы разметили все отверстия для сборки и теперь намечаем их керном. Все отверстия мы сверлили специальным сверлом под конфирмат. Ну вот, все отверстия у нас уже готовы, теперь можно собирать. Собирать полку мы решили на конфирматы. Нам показался этот вариант самым удобным. Стягиваем все детали между собой. В итоге вдвоем собирать полку у нас получилось достаточно быстро. На все работы от разметки до сборки мы потратили примерно 3 часа. При помощи средства для удаления наклеек я удаляю все следы клея. После этого закрываю все места крепления вот такими белыми наклейками. Наш неаккуратный срез ножовкой я решила закрыть при помощи шпатлевки. Этот срез у нас находится снизу и его практически не будет видно. После высыхания я его немножко подшкуриваю и прохожусь сверху белой акриловой краской, чтобы защитить покрытие. Хотя на самом деле можно было обойтись и без краски. Полку я специально делала в размер ниши, поэтому мне пришлось разобрать стеновые панели, чтобы ее туда поставить. Но вот теперь можно заполнять все органайзерами. И вы только посмотрите, какая красота получилась. Полка получилась очень удобной и функциональной, а также вместительной. Вот такую ключницу я тоже взяла под переделку, мы ей займемся в ближайшее время. Все органайзеры на моей полке получились в единой цветовой гамме. А главное, что все они теперь размещены под рукой и находятся в легком доступе. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ждите новых идей. И до новых встреч!